На канал Экзагет поступил вопрос Часто вижу христианские добродетели в людях неверующих и отсутствие таковых верующих Почему так? Ну, дело в том, что есть люди по природе свои мягкие, добрые, где-то смиренные тоже Им легко смиряться, они, может быть, больше всего любят находиться в мире А ни в коем случае ни с кем не враждовать, это их тяготит, это их мучает Есть люди, которые умеют любить широким сердцем, любить самоотверженно, даже до смерти Еще до конца не понимая, почему они так поступают Но ведь любовь – это такое качество души, которое есть у каждого человека Даже у человека, который не пришел к вере, человек тоже может любить и любить глубоко Как он это умеет И бывают верующие люди, которые далеки от совершенства, в которых мы видим все противоположное И не любовь, и раздражение, не смирение, и все, что хочешь Скандальность какой-нибудь Как к этому относиться? Неужели вера никак никого не меняет? И наоборот, неужели мы можем быть хорошим, добрым человеком и неверующим, и этого достаточно Но мы говорим все же не о качествах души, а будем говорить о целях жизни человеческой Какая цель христианской жизни, вообще человеческой жизни? Но прежде всего, это жизнь духовная, это жизнь с Богом в этом цели Вернуться в рай, вернуться к Богу, от которого человеческой когда-то отпало в лице Адама и Евы И, собственно говоря, этот путь достаточно узкий Узок путь, сказано в Евангелии И тесны врата, которые ведут Царство Небесное И только употребляющие усилия восхищают его Могут пройти этим путем Хорошо, когда человек мягок, смиренен, умеет любить и так далее Он хороший человек, он полезный человек Но мало быть хорошим, полезным, добрым, нужным Для того, чтобы войти в Царство Небесное Ну, к примеру, возьмите какую-то лампу, которую мы здесь видим в комнате Она красивая, на ней красивый абажур Она освещает помещение Но спросим себя, а нужна ли эта лампа в Царстве Небесном? Что этой лампе там делать? Она материальна Она нужна только сейчас, она нужна только здесь, на земле Или стул, за которым мы сидим Да, они хорошие, полезные предметы, нужные, совершенные во многом и так далее Но нужны ли столы и стулы в Царстве Небесном? И для Царства Небесного нужно что-то другое Нужна вера, вера в Бога, вера во Христа Нужно покаяние Нужен путь духовной жизни И вот люди, которые встали на путь духовной жизни Они понимают, что да, вот можно быть даже человеком как бы смиренным по жизни Но когда ты смиряешься ради Христа, то ты понимаешь, что это не так просто Потому что в жизни до Христа, скажем, пока ты еще его не познал Ты смирялся для того, чтобы просто не было конфликта Ты уходил от ссор и так далее Но когда ты живешь во Христе Ты должен уже смирять себя ради Христа Жертвовать своим желанием, своими чувствами Жертвовать своим эгоизмом Отрешаться от себя Это очень больно, это болезненный процесс на самом деле Потому что каждому человеку хочется как-то значить среди других людей Чувствовать себя каким-то непоследним Чувствовать себя совершенным А здесь все наоборот Чем ты больше понимаешь свое несовершенство, тем ты ближе к Богу Чем ты больше видишь свою греховность, чем ты больше каешь своей греховности Тем ты более угоден Богу Это не как в человеческой жизни Поэтому здесь намного труднее все И бывает, что люди на поверхности кажутся нам сорливыми, недобрыми Хотя и верующими Думают, как это совпадает, как это совмещается с ними Но представьте, если бы человек не верил во Христа, никогда не казался Он был разбойником, может быть А сейчас он просто раздражается и никого не трогает Давайте так думать о людях Если бы он не верил во Христа, может быть, вором был каким-то А сейчас он просто завидует кому-то Если бы он не верил во Христа, может быть, каким-то был блудником великим А сейчас он, да, у него там есть какие-то мысли нечистые, бывает, он у них кается по-своему Поэтому сказано, не судите, не судим и будете Каким судом судите, таким осудит и вас Будем думать всегда о людях хорошо И думать о том, что люди, может быть, еще не пришедшие к Христу, обязательно придут Будем веровать в это, как Господь верует в людей И будем думать, что люди, которые живут христианской жизнью Все же станут совершеннее И Господь помогает им И то, что мы видим на поверхности, не значит, что у них внутри И то, что мы видим на поверхности, не значит, что у них внутри